Обсудим настроение россиян с нашим следующим гостем. С нами на связи сейчас Виктор Воронков из Центра независимых социологических исследований. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Виктор, с того, что мы могли видеть в прессе, в основном цифры такие, что 60-70% россиян, которых спрашивали в первые дни войны, поддерживают то, что в России называется операция, поддерживают решение Путина вступить в войну. Я знаю, что вам нельзя это слово говорить, нам можно против Украины. У вас такие же цифры и какие там, что называется, дьявол в деталях, какие там особенности вот этой поддержки? Послушайте, мы уже много лет говорим о том, что журналисты слишком клюют на все эти опросы. Даже если они проводятся так называемо честно, а в целом не проводят никаких честных опросов, а заранее утверждают показать результаты в администрации президента. Но это не важно. Люди отвечают на эти вопросы абсолютно не имея никакой конкретной позиции. Большинство людей, по крайней мере 60% населения России, им все равно абсолютно. Им все равно при какой власти существовать? Лишь бы им не мешали свои собственные стратегии реализовать. В этом смысле ориентироваться на ЦОРХ вообще не надо, потому что обычно революции совершаются там буквально несколькими процентами активных людей. Ну, можно сказать, я бы сказал так, что согласно теории, скажем, 10% активно готовы бороться с режимом, 30% болельщики, так называемые, которые не готовы, но у которых есть некоторые взгляды. Большинство населения им все равно. У них проблемы другие. Купить подешевле продуктов, достать чего-нибудь, отвезти детей в детский сад там, ну и так далее, и так далее. Но если не в ЦИОМ, то есть ли какие-то другие альтернативные социологические исследования насчет войны в Украине, именно которые проходили бы в эти 8-9 дней? Ну, мы не знаем, как все у нас безальтернативно, как нельзя ничего публиковать, что не опубликовало Министерство обороны, так и все, что не в ЦИОМ сделал, тоже не публикуется. Возможно, есть. Но я говорю, что на это не надо обращать никакого внимания. Вот большинство народов все равно. Они одновременно могут быть против Путина, но говорить, что там Украина на нас напала, потому что по телевизору так сказали. Ну или какие-нибудь такие же глупости аналогичные. Сейчас Россия попадает в изоляцию, в которой, наверное, не была никогда. Может осложниться, безусловно, экономическая ситуация. Россия не лишаются вещей, которым привыкли, наверное, во время вот этой стабильности, принесенной Путиным к айфонам, к разной западной технике, к возможности путешествовать. При этом, действительно, в ЦИОМ отчитывался о том, что, несмотря на эти трудности, растет поддержка Владимира Путина. Вы уже сказали о том, что верить этим цифрам нельзя, но повлияет ли экономическая ситуация на отношение к Владимиру Путину? Будет ли эта поддержка снижаться, как на ваш взгляд? Да еще как повлияет. Мы только начали рушить нашу экономику с момента признания УРДЛО, этих Луганской и Донецкой якобы республик. И мы видим, что каждый день выходит огромное количество молодежи, по крайней мере в Петербурге я хожу и смотрю, и выходят смело, их винтят, их сажают, на сутки сажают, им присуждают большие штрафы, но они все равно выходят. Я очень хорошо вспоминаю, каким образом прорвали блокаду белого расизма в Америке в 1967 году, когда в одном из городов в огромном количестве из черных форталов стали переходить в белые, просто приходить, куда им было фактически запрещено приходить. Большое количество людей. Их хватали, сажали, на следующие они еще больше приходили, наконец тюрьмы были переполнены, эти все СИЗО, полицейских не хватало, и постепенно все это рассосалось. Виктор, мне кажется закономерно, да, было бы считать, что вот если Путин рассчитывал на маленькую победоносную войну, это один социологический эффект. Сейчас уже как факт, Блицкрига не получилось, этого не получилось. И по-вашему, насколько активно будет идти это разочарование, антивоенный протест и экономические проблемы, насколько все будет это вплетаться в такую вот социологическую волну? Я думаю, что протест будет нарастать, и все новые массы людей, которые раньше боялись, будут выступать в связи с экономическими тяжелыми проблемами. Вы, если выйдете в магазин, увидите, как исчезают товары из магазина, как дешевые особенно исчезают, а как цены растут со страшной силой каждый день буквально. Поэтому на зарплату людей не растут или пенсии. Поэтому, конечно, вот это общее недовольство, оно должно постепенно консолидироваться. И, в общем, все больше людей будет понимать, что это вся власть во главе с Путиным, а не то, что Путин хороший, все плохие. Поэтому я думаю, что война стала практически кристаллизатором этого недовольства. И, в общем, мы с тревогой следим за тем, как российские танки идут в сторону Киева, других крупных городов. Но я вспоминаю шестидневную войну, когда египетские и сирийские танки бурным, значит, быстрым маршем шли к центру Израиля. И потом вдруг все остановились. Сейчас как раз появилась новость. Кончилась горючая, кончилась подвозка продуктов. Сейчас происходит прям то же самое в Украине. Сейчас появилась новость, что в Украину как раз прибыли первые ветераны спецназа Израиля, которые собираются там воевать. Виктор, скажите, пожалуйста, стоит ли ожидать такого народного порыва, что люди действительно массово выйдут на улицу уже в это воскресенье? К этому выходу призывают их оппозиционные политики, соратники Алексея Навального. Слушайте, они все время выходят. Я не знаю, насколько хватит власти таких жестоких пресечений этих протестов. Но посмотрим, что получится. Не знаю, я сейчас вспоминаю массу, конечно, анекдотов, потому что люди смеются сами над собой. И последний был анекдот про то, как опрос провели, и опять социологический анекдот. Вопрос был такой, будете ли вы защищать Родину, если в нее вторгнутся вторгница НАТО? 7% населения ответили, что они пойдут защищать Родину. 23% ответили, что они не пойдут защищать Родину. А 70% ответили, что они пойдут помогать солдатам НАТО. Считаете ли вы, кстати, что, если опять-таки на серьезные рельсы переходить с нашей беседы, что мобилизация, которая могла бы быть, которую может объявить Путин, она может стать той самой точкой невозврата с точки зрения именно коррозии отношения к власти. И что Путин на это не пойдет, потому что понимает какие-то последствия. Слушайте, я во всех интервью говорил, Путин никогда не начнет войну. Я вообще не знаю, на что может пойти Путин. Но то, что сегодня молодые люди бегут из страны, кто как может, у кого нет заграничных паспортов, бегут в Армению, у кого нет виз, бегут в Грузию и так далее. Лишь бы уехать. А по крайней мере от этого призыва и войны. Я это очень хорошо понимаю. И когда я выхожу на протесты, то я вижу, какое огромное количество людей, и там нет людей старше 40 лет. Будем наблюдать за тем, что происходит в России. Виктор, спасибо. Виктор Воронков, социолог, директор Центра независимых социологических исследований, был с нами на связи из Петербурга. Виктор Воронков, социолог, директор Центра.